Свыше 25 тысяч человек посетили исторический парк «Россия. Моя история» со дня открытия в Дагестане. Что побуждает гостей комплекса возвращаться туда снова и снова? Какой мультимедийный зал больше всего полюбился студентам? И сколько нужно заплатить, чтобы, так сказать, войти в историю, узнавала Ларяна Шамхалаева. Вы вот нажимаете, показываете рукой, да. Профессиональные звуковые и световые системы, усиливающие эффект информационного погружения. Настоящее путешествие в прошлое. Исторический парк был построен в Махачкале менее чем за год. 42 компьютеризированных зала общей площадью в 5000 квадратных метров. Наш мультимедийный музей самый крупный после московского. Доступ в первые 4 дня открытия был бесплатным. Сегодня цены на билеты уже установлены. Нам рекомендовано установить цены в регионах, если в Москве это 500 рублей, каждый зал регионом не менее 300 рублей на посещение одного зала. У нас каждый зал стоит 75 рублей. Два зала одновременно, то, что можно посетить, мы объединили, сделали по 150 рублей. От царствования династии Рюриковича и Романовых плавно в период Великих Потрясений до Великой Победы. Переход от 90-х к нулевым. Система автоматически переносит посетителей из эпохи в эпоху, словно по мановению волшебной палочки. Этот музей, он отличается от обычных музеев тем, что здесь можно все потрогать. Здесь можно самому войти в историю, образно говоря, любые факты здесь просмотреть, изучить. В зале 40-х и 50-х годов есть интерактивный план преобразования природы Сталина. Это очень интересно. Стоит активно махать руками, и мы видим, как появляются деревья, как появляются поля, дома и расширяется инфраструктура. А вот результат. Проголосовав на референдуме за сохранение СССР и поучаствовав в электрификации страны, рассматриваем фотоснимки старой Махачкалы и поднимаемся по винтовой лестнице на самый популярный среди школьников и студентов этаж. С открытием этого исторического парка люди больше будут любить и изучать историю. Также им будет легче приходить сюда заниматься, так как здесь есть библиотеки, мониторы. Можно здесь не то чтобы читать, но здесь еще короткометражные фильмы. Мне понравился зал с проекционным куполом, так как можно смотреть лежа и можно выбрать все, что угодно, про что нам интересно. Мы можем посмотреть там на звездное небо, можем на пуфиках лежать. В музее «Россия. Моя история» есть зал, где можно поучаствовать в викторине. Смотрите, как назывался один из самых ярких фильмов эпохи большого сталинского кино. Кубанские казаки. Но в бочке меда не без ложки дегтя. По словам руководства учреждения, некоторые посетители были замечены за попыткой вырвать листы с интерактивной книги. А ведь мультимедийная система парка стоит ни много ни мало – 150 миллионов рублей. Очень опасаюсь того, что все-таки некоторая часть наших граждан в первые три дня это показали, не совсем аккуратно относятся. Были акты вандализма, когда часть аппаратуры была испорчена, выведена из строя. Изучать контент экспозиционных залов можно ежедневно, кроме понедельника с 10 утра до 8 вечера. Самое приятное – здесь разрешена фото- и видеосъемка. Гости столицы могут прикупить сувенир в лавке при музее, а утомившись не возбраняется и прилечь. Лориана Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.